Займы под 10% годовых – это не миф и не очередная рекламная уловка кредитных организаций. Только за этот год фондом микрофинансирования было одобрено более 70 заявок, и ставропольские предприниматели смогли получить на развитие бизнеса порядка 40 миллионов рублей. Евгений признается, когда узнал о такой низкой ставке, 10% годовых не поверил, ведь банки предлагают займы под процент как минимум в два раза выше. После того, как получил в фонде заявленную сумму, открыл первую в Ставрополе школу картинга. Бизнесу нашему 4 года. Проблема была с финансами. Мы обошли все банки. Процент высокий. Взять очень тяжело для предпринимателя. Через друзей узнали про микрозайм. В течение 5 дней получили деньги. Сергей – еще один из 75 бизнесменов, которым комиссия фонда одобрила заявку. Условий, говорит предприниматель, лучше не найдешь. Данный фонд микрофинансирования, чем он очень выгоден, у него эффективная ставка 10%. То есть сверху там как бы уже больше ничего не берется. Ни комиссионные никакие при получении кредита, как обычно раньше в банках делается. И в некоторых банках для юридических также это берется. Плюс, что там еще? Быстрое оформление. Трудного там ничего нет. Обойти, будем говорить, налоговые инспекции. Будем говорить, собрать пенсионный фонд, чтобы не было задолженностей. Ну, бизнес-план свой предоставить. Потому что люди тоже как бы вкладывают деньги, они же тоже как-то волнуются за это. Основным условием, которому должен соответствовать предприниматель, это прежде всего он должен быть зарегистрирован на территории края и осуществлять деятельность на территории края. Он должен иметь опыт работы в данном бизнесе не менее шести месяцев. И, скажем так, основным из условий является, конечно, наличие положительной кредитной истории. На сегодняшний день на получение микрозаймов претендует около 120 савропольских бизнесменов. Треть заявок на общую сумму более 40 миллионов рублей уже одобрена комиссией. И переходим к курсу валют. Евро сегодня покупали за 40 рублей 28 копеек, продавали на 19 копеек дороже. Покупка доллара составила 27,82. Курс продажи 27,99. Что касается официального курса на завтра. Обе валюты за выходные прибавили в цене. Американская плюс 11 копеек, итого 28,90. Евро стал тяжелее на 5 копеек. За единую европейскую завтра будут просить 40,28.